Только что снял, чтобы заменить самая распространенная отговорка водителей-нарушителей масочного режима на вопрос госавтоинспектора, почему без маски. Впрочем, когда сотрудник ГИБДД показывает видео доказательства нарушения, в ход идет давление на жалость. Жарко в маске. У вас даже в путевом листе написано, работать, маски не кричать. На маске снял только. Только сняли? Только снял. Вот, спросите. Я как сказал, вы без нее приехали, так вы уехали без нее ко мне. А у тебя жара? Ну я в этой же жаре нахожусь. Вы хоть в автомобиле едете, я на солнце стою везде. Споры с сотрудниками ГИБДД – бессмысленный протокол за нарушение составлен, видеодоказательства есть. Дальше административное расследование и повестка в суд, где можно попытаться доказать свою невиновность в нарушении масочного режима. Такие рейды по решению регионального Кабмина, госавтоинспекторы, полицейские, сотрудники Министерства региональной безопасности Омской области теперь будут проводить чаще. Впрочем, пока штрафуют только водители общественного транспорта. Как показали проверки, игнорируют ношение средств индивидуальной защиты как сотрудники частных транспортных компаний, так и муниципальных предприятий. Здравствуйте, а почему вы без маски? Скажите, пожалуйста, в общественном транспорте. В общественном транспорте я закрыт, один на день. У меня все закрыто. Ну, вы считаете, что вас не касается соблюдение масочного режима в общественном транспорте? Ну, да, лежите. Я выхожу, когда поднимаю. Другие водители считают, что само наличие маски уже освобождает их от ответственности. У меня маска вот она. Да кого она же не защищает ваш нос? График мне ехать надо. Впрочем, пассажиры, как правило, с водителем солидарны. Маска от этого не защитит. Очень жарко распространяются микробы. Кто медик, это хорошо знает. Медики, кстати, наоборот, активно просят омичей пользоваться средствами индивидуальной защиты и сами придерживаются этого правила. Впрочем, пассажирка, проявившая столь глубокие познания о жизни микробов, сама все-таки маску надевает. Другие используют средства индивидуальной защиты только в салоне автобуса. Хотя по новым правилам маску нужно надеть уже на остановке общественного транспорта. Ну, в общественном транспорте носите, надеваете? Да. Почему? А на улице снимаю. А почему? Ну, как почему? Чтобы не заражать других. Если я больная, ну, я не больная. Стоит ли соблюдать масочный режим в наше время сейчас в пандемии? Стоит. Почему вы так думаете? Ну, потому что растет число заболевших. Вы сами соблюдаете? Да, конечно. Когда я далеко от других, я не одеваю маску. Сейчас сажусь в маршрутку, одену. За один рейд специалисты Министерства региональной безопасности успевают поймать с поличным только трех нарушителей масочного режима. Впрочем, говорят ревизоры, эту скромную цифру можно смело умножать на 10. Пока на одного составляют протокол, остальные с чувством полной безнаказанности проезжают мимо, даже не пытаясь при виде сотрудников госавтоинспекции прикрыть лицо. Только за время съемки нашего сюжета в кадр телекамеры попали 11 водителей-нарушителей. Пассажиров без маски в общественном транспорте и вовсе не сосчитать. Впрочем, Министерстве региональной безопасности уверяют, проверки только начались. Штрафовать обещают всех, без исключения и водителей, и кондукторов, и пассажиров, и даже руководителей транспортных компаний за плохо проведенную разъяснительную работу. В зависимости от того, на кого составлен протокол, суммы штрафов разнятся. Штраф на физических лиц по части 1 статьи 20.61 КОАП РФ от 1000 до 30. На юридических лиц от 100 до 300 тысяч. В ведомстве отмечают, штрафовать нарушителей будут за отсутствие средств индивидуальной защиты. Под этим подразумевается любая вещь, которая реально может защитить органы дыхания. Медицинская маска, марлевая повязка, респиратор. А вот фокус антимасочников с тем, чтобы надеть на лицо сетку мешок для овощей с завязочками в знак протеста, не пройдет. Сотрудники ГИБДД, когда речь заходит об общественной безопасности, шуток не понимают. Хотя после выписанного штрафа могут и посмеяться.